Мы сделали это. Счастливые возгласы после покорения семи вершин и прохождения южноуральской тропы, конечная точка которой – Большой Иремель. Андрей Урлин и Марат Якупов – люди по работе, совсем не связанные с горами. Один инженер, второй энергетик, работают в компании Уфанет. Однако именно любимое хобби принесло им звание уральских барсов и покорителей семи вершин. Об этом звании уральский барс я совершенно случайно узнал, наткнулся в интернете. И как-то мы с товарищами заинтересовались, начали ходить. Это звание дало некую цель. Не просто там «давай туда сходим, давай сюда сходим». Во-первых, это целый комплекс вершин. Во-вторых, это какой-то интерес все равно вызывает. Ну, опять же, насколько я знаю, на сегодня всего 66 человек имеет такое звание. Это тоже для меня некая гордость, что я вот в числе этих людей. Этот проект был создан в прошлом году. Идею в нашего 7 лет руководитель башкирского отделения РГО Камиль Зиганшин. Прототипом стали федеральные проекты «Семь вершин» и «Снежный барс». Однако Камиль Фурухшинович считает, что для участия в них придется потратить не только много денег, но и здоровье, а порой и жизнь. А уральский барс дает возможность всем желающим покорить свои «Семь вершин». Люди возвращаются оттуда необессиленные, незаряженные, активные. Не надо тратить здоровье. Вот все эти «Семь вершин», которые это «Эверес» и прочее, потом «Снежный барс», они отнимают здоровье. Более того, жизнь отнимает. Вот массовый спорт должен заряжать, давать здоровье. И не надо тратить таких огромных денег, тем более, что их не так уж у нас много. Уральский барс – это самый масштабный проект Башкирского отделения РГО. Он состоит из двух этапов. На первом нужно совершить восхождение на семь тысячников республики. На втором – пройти по маршруту Большой Южноуральской тропы. Это самые глухие и красивые места Южного Урала. Кстати, и с этим заданием успешно справились Андрей и Марат. Но не отрицают – было непросто. Сначала нас было очень много. Человек 15. Я брал с собой семью, друзей. И чем чаще мы начали ходить на горы, тем народу становилось все меньше. И только втроем мы решились пойти на второй этап. Это вообще эмоции зашкаливают. Просто это что-то невероятное. Это сложно, легко и в то же время потрясающе. Это разные совершенно эмоции. Ребята, участвуйте в этом проекте. У меня друг про такие впечатления говорит очень интересно. Он говорит, пойдем со мной в поход. Ты пожалеешь, но тебе понравится. Вот первые два дня у меня было такое ощущение, что зачем я пошел? Очень тяжело, очень страшно. Но на третий день, в принципе, все. У нас как-то уже интерес пошел. Ну, оно всегда было, просто стало полегче. Специально для проекта были созданы отмаркированные маршруты и карты. Каждый турист обязательно должен зарегистрироваться в службе спасения. Камиль Зиганшин отмечает, за два года с участниками проекта не произошло ни одного несчастного случая. Помимо доступности, уральский барс дает возможность познакомить с нашей республикой не только жителей других регионов, но и других стран. В этом году «Астралийка» получила уральского барса. «Астралийка». Это им интересно. И мы надоели эти вот Альпы там. У нас своя красота. Но еще один немаловажный аспект проекта – это развитие предпринимательства в сфере регионального туризма. Здесь в плюсе остаются внутренние туроператоры, базы отдыха и даже специализированные магазины. В следующем году вы тоже можете присоединиться к проекту и стать настоящим уральским барсом. Анастасия Ходик, Эльдар Каюмов, Никита Бычков. Городской телеканал ЮТВ.